Крещенский мороз Крещенской службы епископ Братский Иустилимский призвал прежде всего думать о сути праздника, о духовном обновлении, а не зацикливаться на одной лишь освященной воде. Самое главное нужно знать, что это духовное средство, а не какое-то магическое, когда живешь жизнью греховной, но попил святой воды и все хорошо. Нет, святая вода, она благословляет человека верующего, который молится, который помощи Божией просит. Поэтому относитесь к этой воде как к святыне. Пить воду из Братского водохранилища решится не каждый. Но, как говорят сами верующие, что свято, то безопасно. После службы у каждого была возможность набрать святой воды. Кто пришел с одной бутылкой, а кто с целыми канистрами. Все-таки не каждый день вода становится святой на твоих глазах. По традиции такую воду нужно вкушать каждое утро. Так говорят православные, человека благословляет сам Бог. Впрочем, как мы выяснили у братских верующих, применять воду из Иордании можно по-разному. И пьем, и умываемся, и даже цветочки поливаем. А вот когда умываете, что-то чувствуете, может быть, особое? Ну, как вроде бы, как ты будешь чувствовать? Чувствуешь, что ты вроде бы что-то делаешь. Это как бы, ну, самовнушение, что ли. Цветочки поливать и пить. Пить? Пить. А что-то чувствуете вот особенное, когда пьете святую воду? Да, особо не знаю. Вот когда ребенок капризничает, можно умыть его и хорошо. Все спокойнее становится. Умываться будем, пить воду будем, цветы поливать. Ну, святая вода есть, святая вода обязательно, так сказать, под душу ее немножко. А мы будем обрызгивать машины, чтобы у нас такси-машины не бились и работали все. Помогает? Помогает, очень даже помогает. И рекомендую всем предпринимателям осветить все машины. Чудесные свойства воды, говорят верующие, не исчезнут. Несколько лет многие подмечают удивительно, но освященная на крещение вода может храниться годами. Так что до следующего праздника многим святой воды точно хватит. Святую воду из братского водохранилища горожане могли взять до 7 вечера в 19.00. Оклады у Иордании убрали, а сами проруби засыпали снегом и льдом. Андрей Васильев, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».